Не так давно Американская Академия Киноискусств опубликовала 4 стандарта инклюзивности, которые теперь необходимы фильмам для того, чтобы претендовать на Оскар. Стандарты требуют обязательного присутствия некоторых социальных групп. Женщины, инвалиды, расовые этнические меньшинства, ЛГБТ и так далее. Публика начала паниковать, мол, теперь фильмы будут только про меньшинство. Но в действительности все не так страшно. Требуется выполнить два стандарта из четырех. И сегодня придется еще поискать тот фильм, который не пройдет эту проверку. Но как называется такой подход? Подход называется позитивная дискриминация. Affirmative action. Популярен он не только в стенах киноакадемии, но и в политике многих крупных государств. Идея, лежащая в основе проста. У нас есть исторически угнетенные группы. Черные или коренные американцы в США, представители низших каст в Индии и так далее. Они пережили геноцид, находились в рабстве или были просто поражены в правах. В результате сегодня они проигрывают другим группам, находясь внизу социальной пирамиды. Поэтому следует дать им преференции в качестве компенсации за прошлые угнетения. Дабы потомки угнетенных смогли догнать всех остальных. Это может принимать разные формы. Прямые денежные выплаты, преференции при приеме на работу или на учебу, политические квоты во власти. Такая компенсация может показаться очевидной и логичной. Но сегодня мы при помощи пары философов и одного экономиста разберемся, что же здесь не так. Начнем с абстрактного вопроса. Что такое справедливость? Здесь есть два основных подхода. Первый называется процедурным. Он подразумевает равенство перед законом и свободу, как защиту от принуждения со стороны других людей. Такой подход был свойственен классическим либералам. А сегодня его сторонников можно найти среди консерваторов и либертарианцев. А вот другой подход, распределительный, провозглашает, что подлинная справедливость подразумевает не только равенство перед законом, но также равенство в распределении благ. Настоящая свобода не только защита от принуждения, но также наличие ресурсов, дающих возможность эту свободу реализовать. Такой подход характерен для нынешних американских либералов и социалистов всех мастерий. Спор этот давний представлен во множестве вариаций. Сторонники этих двух концепций обычно не слишком ладят между собой. Чем плох распределительный подход? Здесь в тему врывается один из главных его критиков. Американский либертарианский философ Роберт Нозик. В книге «Анархия и утопия государства» он подметил, что любое перераспределение завязано на желаемое конечное состояние. Проще говоря, мы хотим, чтобы ресурсы делились именно так, а не как-то иначе. И тут Нозик предлагает мысленный эксперимент. Давайте представим, будто мы распределили все ресурсы каким угодно способом. Например, поделили поровну. А дальше мы идем на баскетбольный матч. Есть один выдающийся игрок – Уилт Чемберлин. Некогда популярный у бумеров личность. Этот Чемберлин отправляет мячи в корзину со скоростью света. Однако и запросы имеют соответствующие. Требует себе четверть доллара с каждого проданного билета на матч. Но зрители его любят и готовы бросать дополнительные четвертаки в отдельную коробочку при входе. В итоге Чемберлин становится миллионером. И какова бы ни была наша желаемая картина перераспределения, один талантливый баскетболист ее мигом меняет. Причем это происходит открыто и добровольно. Чем же могут ответить сторонники перераспределения? Можно повторить перераспределение, изъяв у Чемберлина сверхдоходы. Однако на следующей же игре он обогатится вновь. Можно запретить людям распоряжаться суммой даже в четверть доллара. Здравствуй, тоталитаризм. В общем, аргумент Нозика заключается в том, что невозможно совместить процедурный подход с распределительным. Придется остановиться на чем-то одном. Либо всеобщая уравниловка. Либо в свобода выборов. На практике коммунистические страны действительно лишают своих граждан свободы. Но там, где это сделать невозможно, в силу наличия демократии и тому подобных буржуазных предрассудков, перераспределение превращается в бесконечное переливание из пустого в порожнее. Именно так происходит с позитивной дискриминацией. Но почему affirmative action – это именно распределительный подход, а не процедурный? Ведь речь идет о восстановлении исторической справедливости. Мы же не называем перераспределением ситуацию, когда у грабителя забирают награбленное, дабы вернуть жертве. Поэтому Роберт Нозик, быть может, и пролетает мимо со своей критикой, что этот белый привилегированный мужчина вообще мог знать о справедливости. Но перейдем к тому, кого сложнее обвинить в наличии привилегий – экономисту Томасу Соуэллу. Он черный. А перед тем, как стать доктором в Чикагском университете, он рос в Гарлеме, шестым ребенком в семье. Я уже ссылался на него в ролике про американские протесты и про то, как affirmative action ухудшило положение черных в США. Но сегодня возьмем шире. В книге «Позитивная дискриминация в мире» Соуэлл описывает, как эта политика провалилась во всех странах, а заодно показывает, что это именно распределительный подход со всеми его недостатками. Affirmative action во всех странах действительно подавалась как временная мера по восстановлению исторической справедливости. Но вот на практике всюду получилось так, что временная мера превратилась в постоянную. В Индии в 1949 году начали политику резервации учебных и рабочих мест для представителей касты неприкасаемых и некоторых племен. Тогда говорили, что это временная переходная мера, и даже сами лидеры неприкасаемых настаивали на том, что продлится она всего 10 лет. Однако политика квотирования действует и поныне. В Пакистане в 1949 году были приняты меры, которые должны были помочь бедным бенгальским слоям Восточного Пакистана получить доступ к государственной службе и предпринимательству. Подразумевалось, что политика будет действовать 5-10 лет. Однако она сохранилась даже после того, как в 1971-м Восточный Пакистан стал отдельным государством Бангладеша. Вот почему так получается. Нам нужно как-то определить момент, когда мы скажем «все, историческая справедливость восстановлена», сворачиваем программы. На деле таким моментом видят установление равного представительства. Скажем, у нас есть сфера STEM – наука, технологии, инжиниринг и математика. Мужчин в этой сфере работает значительно больше, чем женщин. Допустим, это связано с тем, что традиционно девочки имели меньший доступ к образованию и находились под давлением вредных стереотипов. Дескать, девочкам надо замуж, а не в математику. Поэтому сегодня женщинам следует давать преференции до тех пор, пока гендерный баланс в STEM не станет 50 на 50. Ведь именно таково примерное распределение полов в популяции. Аналогично с расовым и этническим составом. Если черных в США 13% населения, но существенно меньше среди обеспеченной части общества, надо проводить политику, пока не получим те же 13% всюду. Легко заметить, что такая цель – это то самое конечное состояние по нозику, и мы помним, что с его достижением имеются трудности. Соул пишет, что такого просто не было никогда в истории. Равного представительства всех социальных групп в разных профессиях и политических институтах, да еще и равенства в уровне дохода. В реальности все мультиэтнические общества устроены так, что представители разных этносов тяготеют к разным профессиям, имеют разные уровни, а зачастую и тип образования, отличаются разным доходом и занимают разное место в социальной структуре. Так, большинство основателей пивоваренных компаний в США были выходцами из Германии. Они же открыли множество пивоварен в Латинской Америке и Австралии, и даже создали китайскую марку пива «Дзиньтао». Евреи доминировали в сфере изготовления одежды в средневековой Испании, затем в Османской империи, Аргентине, США и других странах, и при этом у них не было доступа к рычагам какой-либо власти. И сегодня нет ни единого случая, когда сияющий идеал равного представительства был бы достигнут. Почему? Слишком крепкими оказались колониализм, патриархат и далее по списку? Ну да, именно так это объясняют. Но дело в другом. Вмешиваются те самые Уилты Чемберлины. Нет, не двухметровые черные баскетболисты, а самые разные вещи, которые невозможно предусмотреть. Неравенство результатов среди представителей разных социальных групп может быть следствием миллиона самых разнообразных факторов. Культурных, географических, демографических и так далее. Немецкие пивовары оказались доминирующими в США не потому, что они угнетали всех остальных пивоваров, а потому, что приехали из мест, где хорошо умели варить пиво. Евреи большую часть истории были скорее в числе угнетенных. Но именно поэтому они достигли высот в том небольшом количестве профессий, которые им были доступны. И эти преимущества сохраняются у них и поныне. Американские азиаты в США составляют группу, которая значительно обгоняет белых. Но так происходит, потому что их культурной нормой является самоотверженная учеба, порой на грани нервного срыва. Еще один забавный пример, который Соуэлл как-то приводил в интервью. В американском профессиональном бейсболе нет игроков, которые бы являлись американскими японцами, но при этом высок процент латиноамериканских игроков. Быть может, нужно срочно вводить бейсбольные квоты? Но все становится понятным, если учесть средний возраст американских японцев в районе 50 лет и сравнить с возрастом латиноамериканцев в районе 20. 50-летние просто не слишком резво бегают по полю. И в действительности много состояний неравенства объясняется столь же прозаическими причинами. Но политики и активисты, конечно, всюду ищут социальную несправедливость, структурные угнетения, невидимые иерархии, скрытый расизм и прочие ужасы. А кто ищет, тот обязательно найдет. В итоге, несмотря на то, что политика позитивной дискриминации нигде не достигла намеченной цели, от нее не спешат отказываться. Остается только перераспределять, перераспределять и перераспределять до бесконечности. Ровно как и предсказывал это в теории Роберт Нозик. Ну хорошо, пускай идеальная ситуация все равны всем недостижимо, но ведь affirmative action все равно как-то помогает представителям угнетенных групп. Следовательно, это хорошая, полезная политика. Однако и с этим есть проблема. Знакомьтесь, это Джон Роулс, извечный оппонент Роберта Нозика. Они как два покемона из противоборствующих команд. Роулс, конечно, тоже белый, привилегированный мужчина, но немного более уважаемый среди борцов за социальную справедливость. И вот почему. В 1971 году Роулс опубликовал книгу «Теория справедливости». Книга поразила всех крайней степенью занудства, но также произвела фурор, сделав политическую философию снова великой. Роулс рассуждал в рамках теории общественного договора. Разумеется, речь идет не о каком-то реальном контракте, который все подписывают. Так понимать теорию могут лишь те, кто не знаком со словом «метафора». Речь о гипотетическом контракте. Мол, давайте вообразим, какие правила жизни в обществе мы бы предпочли, если бы составляли такой контракт. Только Роулс предложил делать это честно, с завязанными глазами. Примерив на себя мысленную вуаль неведения, нужно рассуждать так, будто мы не знаем, кем именно окажемся в обществе. Поэтому разумно исходить из того, что нас может занести в самый низ социальной пирамиды. Так вы едва ли выберете общество, где существует рабство. Охота вам проснуться завтра в бараке, а потом топать на плантацию. Остаются те общества, где все наделены грабными гражданскими правами. Но как быть социальным расслоением? Ведь там, где оно велико, мы тоже рискуем оказаться на дне. Что же тогда, выбирать коммунизм, где все поделено? Нет. Роулс понимал, что системы могут различаться и по общему благосостоянию. Он ввел так называемый принцип различия. Нам следует выбирать систему с большим неравенством, если положение наименее обеспеченных там лучше, чем в альтернативной системе с меньшим неравенством. Проще говоря, если при коммунизме пролетарий гордо кушает картофельные очистки со всей страной в равной мере, то лучше все-таки выбрать капитализм, где пролетарий кушает булку с маслом, пускай при этом глаза мозолят всякие сверхбогатые и прочие 1%. Теперь самое время спросить, при чем здесь вообще чертов Роулс? Если задуматься, какова философская основа современных социальных государств, это будет нечто близкое к Роулсу. Центристы и те левые, которые еще в себе, а не в танке, используют похожую логику. Дескать, мы готовы терпеть рыночную экономику с ее неравенством, потому что нам нужен экономический рост и всеобщее благосостояние. Однако при этом мы можем вводить высокие налоги, перераспределяя средства в пользу наименее обеспеченных. И политику позитивной дискриминации, помимо отсылок к истории, оправдывают именно так. Но действительно ли affirmative action помогает улучшить положение уязвимых? Здесь нам поможет все тот же Томас Соуэлл с его политически некорректными экономическими выкладками. Он черный, ему можно. Соуэлл пишет, что политика преференции провоцирует массовый переход в группы, членства в которых сулит больше выгод. Так, в США во времена законов Джима Кроу, которые дискриминировали черных, люди со смешанным бэкграундом предпочитали считаться белыми. Но, когда началась эпоха позитивного действия, те же самые люди принялись массово записываться в черные. Аналогичное произошло с коренными американцами. Многие принялись искать индейских предков, а в случае удачи потрясать бумажками и требовать компенсации. Если в 60-е годы в США насчитывалось 50 тысяч индейцев в одной из возрастных групп, то спустя 20 лет их стало уже 80 тысяч. В Австралии количество аборигенов возросло на 42% с 81 по 86 год. Но что же плохого в такой смене идентичности? Давайте вдумаемся. Получается, что правительство вводит политику, которая должна помочь представителям угнетенной группы. К примеру, 10 тысяч учебных квот. Но тут же угнетенная группа увеличивается вдвое. Скажем, сотни тысяч до двух сотен. И вот уже на те же самые квоты претендует в два раза больше народу. Причем половина из них это те, кто раньше вообще не были в этой угнетенной группе. Способствует ли такая политика улучшению положения самых нуждающихся? Нет. Что-то здесь явно не то. Представители социальных групп, которым изначально предназначались преференции, теряют свои позиции в силу расширения списка угнетенных. К примеру, позитивная дискриминация в США изначально предназначалась для потомков рабов. Однако сегодня под программы попадают приезжие из Африки и Латинской Америки. Они не имеют истории угнетения в США, однако претендуют на те же самые преференции. В Конституции Индии сказано, что бенефициарами позитивного действия являются неприкасаемые, а также другие угнетенные группы. Вот эта последняя размытая формулировка позволила получить преференции разным этническим меньшинствам, которые в своих штатах вовсе не являются меньшинством. В итоге на разного рода бонусы в Индии претендует аж 52% населения, большинство составленное из меньшинств. В индийском Раджастане в 2001 году это привело к тому, что начались массовые протесты с требованиями не включать новые группы в список бенефициаров, а также ввести раздельные квоты для разных групп. Но это никак не решит главную проблему. Там, где бонусами позитивной дискриминации могут пользоваться многие группы разом, это ведет к тому, что основная их часть достается вовсе не самым угнетенным, а ровно наоборот. Так в индийском штате Тамил-Наду, среди всех угнетенных групп более половины университетских и рабочих квот, получает группа, составляющая всего 11% от всех угнетенных штата. А среди неприкасаемых в Индии реально пользуются квотами лишь 6%. В Малайзии, где действуют квоты для представителей коренных народов, более половины всех университетских квот достается выходцам из 17% наиболее обеспеченных семей. В той же Малайзии, после введения льготных кредитов для малайцев, оказалось, что достаются они функционерам крупнейшей малайской партии, их родственникам. Но кто бы мог подумать? Исследования показывают, что в целом, малайской политикой преференции сумели воспользоваться примерно 5% малайцев, при этом больше всего выросло благосостояние среди 10% наиболее богатых. Почему получается именно так? Причина снова в том, что законодатели переоценивают свои возможности управлять реальностью. В реальности преференции далеко не единственный фактор, который обеспечивает доступ к благам. Значения имеют культурные особенности, воспитание, благосостояние семьи. Поэтому даже воспользоваться квотами получается у тех, кто изначально обладал сравнительными преимуществами в рамках своей группы. К примеру, учеба требует затрат времени, которые не могут себе позволить беднейшие слои, ведь им приходится работать и кормить свои семьи. Поэтому льготные учебные места чаще занимают те, кого способны обеспечивать родители. Таким образом, в случае с Affirmative Action, Роузовский принцип не исполняется. Эта политика не помогает наиболее уязвимым и приносит выгоду разве что в верхней прослойке тех, кто оказался в списках угнетенных. А теперь поговорим о том, чем же приходится платить за такую помощь немногим. Есть очевидное предположение, что позитивная дискриминация лишает людей стимула. Ведь зачем стараться, если все равно пройдешь по квоте? А если квоты не положены, то тем более. Зачем стараться, если точно возьмут не тебя? И на практике получается именно так. Качество образования в Малайзии катастрофически упало после введения квот. Студенты и в Малайзии, и в США учатся хуже, если уверены, что политика квот на их стороне. Преференции демотивируют людей работать и учиться. Однако сильно мотивируют на другое. На рассентимент, ненависть и конфликты. Выплата компенсации за прошлые угнетения преподносится в качестве жеста примирения. Дескать, оплатим все долги, а потом двинемся дальше, дружно взявшись за руки. Но в действительности происходит обратное. Политика affirmative action становится перманентной и раскалывает общество. В минувшие десятилетия в США престижные рабочие и учебные места во многом перешли от белых к американским азиатам. Но при этом азиаты не являются объектом рассентимента. Ведь они не получали квот. Ресентимент зарождается там, где награда кажется незаслуженной. Так, некоторые университетские профессора из числа меньшинств, которым положены квоты, жаловались, что коллеги не воспринимают их всерьез, как ученых. А черным полицейским в Чикаго, попавшим под affirmative action, регулярно напоминали, что они сержанты по квоте. В 1978 году Верховный суд США рассматривал дело Аллена Баки. Тот утверждал, что не попал в калифорнийскую медицинскую школу в силу того, что им 16 мест было зарезервировано для черных, чьи оценки были хуже. Суд встал на сторону истца и постановил его зачислить, признав такие квоты российской практикой. Тогда американский суд еще не знал, что обратного расизма не бывает и стрелочка не поворачивается. Однако шутка в том, что никто не мог точно знать, поступил бы Баки в обычных условиях. Ведь его мог обогнать другой белый или азиат. Так само существование преференций порождает в людях уверенность, будто у них отняли заслуженное место. Даже тогда, когда это вполне может быть и не так. И вот как это работает. Представим себе ситуацию, когда у нас есть 10 рабочих мест, за которые конкурирует 300 человек. Мы выстраиваем кандидатов согласно их навыкам, выбираем девятерых лучших, а вот для десятого зарезервирована квота. Мы ищем подходящего под квоту кандидата и находим такого только через 140 позиций вниз. Что произошло? Заряд рессентимента получил при этом 131 человек. Все, кто оказался между верхней девяткой и тем, кого взяли по квоте. Понятно, что при отсутствии квоты место получил бы только один, но обиженные оказались все. Так, политика квот имеет свойство умножать обиды. Квоту можно выделить на одного человека, а чувствовать себя ущемленными будут тысячи. В развивающихся странах рессентимент обращается насилием, обостряя старые конфликты. В 80-е годы в Индии ежегодное количество преступлений в отношении неприкасаемых никогда не падало ниже отметки в 13 тысяч. В 84-м году достигло 16, а в 90-е превысило 20. Так, в 91-м году в сельской местности, буквально за 100 километров от Дели, неприкасаемый вступил в связь с дочерью местного лендлорда. В итоге любовников, а также их посредника из числа неприкасаемых, подвергли пыткам и повесили. Тела сожгли. И все это на глазах пяти сотен жителей деревни. В 87-м году в штате Бехар были убиты две семьи неприкасаемых. В ответ тысяча человек прошлась по окрестным деревням, перерезав всех, кто попался под руку. Такая вот ведическая духовность. Исследователи пишут, что эскалация насилия между кастами была связана с растущим недовольством политикой преференций. Порой это было очевидно. В штате Гуджарат в 85-м правительство расширило квоты для иных угнетенных групп с 10 до 28%. Реакцией стали погромы. Погибли 275 человек. Аналогично на Шри-Ланке. В 50-е годы, после введения учебных квот для сингалов, пострадавшие от этого тамилы начали протестовать. В ответ сингалы принялись устраивать погромы. Что положило начало десятилетиям кровавой вражды. Хотя еще в первой половине века всплесков насилия между этими двумя группами не случалось. При том, что преференциями реально пользуются совсем немногие, груз стереотипов, рессентимента и взаимной ненависти ложится на всех без разбора. Что же в итоге? Позитивная дискриминация провозглашает недостижимый идеал. При этом на практике десятилетия такой политики не смогли выправить положение черных в США или положение неприкасаемых в Индии. Все это приносит выгоду разве что небольшой и самой обеспеченной прослойке тех, кому была адресована помощь. Зато политика Affirmative Action преуспела в нагнетании ненависти и разжигании конфликтов, вплоть до гражданской войны. Поэтому если цель в том, чтобы действительно помочь наиболее уязвимым, то Affirmative Action этому точно не способствует. Что же тогда делать? Есть иные варианты социальных программ, к примеру, безусловный базовый доход. Но главное не в этом. Sowell пишет, что черные комьюнити в США обогатели быстрее до введения позитивной дискриминации, чем после. Аналогично американские евреи и китайцы выбрались из бедности безо всяких преференций. Почему? Потому что жили и работали в свободной экономике. Положение индийских неприкасаемых значительно лучше в городских центрах, нежели в сельской местности. Почему? Потому что город – это рынок, который дает людям разнообразие возможностей для развития и работы. Секрет того, как улучшить жизнь наиболее уязвимых – это старая добрая процедурная справедливость. Непособия, льготы и квоты. Но равенство перед законом, свобода распоряжаться собой, экономическая независимость. Именно за это и следует бороться в первую очередь. Редактор субтитров А.Семкин